Друзья, кому надо сделать НИУ на достойном уровне, телефоны вы видите, ребята в Киеве, можно обращаться. Понесли, идем за мотором. Саня, вы не уходите еще? Нет. Мы голову снимем сейчас. Так ближе нести. Макс хочет разобрать мотор. Началось. Короче, можно онлайн включать уже, я понял. Это со второй серии начнем сразу. Как вы уходите и закрываете нас внутри. Утром приходите снаружи. Я одной рукой возьму или нет? Не знаю. Подожди, дай за что взяться, чтобы камеру не выключать, не получится. Все, пошла жара. Мотор занесли. Тяжелый, конечно, жесть. Макс оживился. Так, надо, может, пыль было снять сначала с него. Пыль все будет заново. Ну, короче, не будем выставлять метки, да? Как смысл? Смысл. Коробку, да, там. Какую коробку? Слазную. А. Да. А, подожди, надо было сначала открутить. Крышку? Серь, слышал. Вон стапель свободный. Зажмите он стапель, я вам сейчас его за полчаса. Да не надо, блин. Вообще, на какие-то части его скидали. Пока нужно съесть, макдональдс. Только потом сюда же приезжать его собирать. Та подожди, какой макдональдс, давай. Как какой, здесь недалеко. Петро Черникова. Есть? Есть на драйзера ближе. На драйзера ближе, да. Макс настоял на разборке. Ну да, он дымил пухтин. Серьезный какой-то подсунут, да? Тихо, дети смотрят. А, да. Ну, то есть, не качественные, не контрактные, да? А что, не это самое, не вытягиваешь? Ну, он вытянется. Я сам посмотрю, что там, как говорится, интересно. Вдруг что-то хорошее отдаю. Вдруг что-то хорошее отдаю, говорит. Блин. Успокоитель снять. Тогда было бы, наверное, проще. Да. Вот, ну что, успокоитель новый, надо снимать. И на держитель этот, и цепишь с ними. Там тоже хорошая, по-моему, стояла. Все снимаем. Я снимаю все. Все в кадре. Все, что в коробочке, это все мне. Чего? На память. На память. Да. Да. Мы же про блок договаривались, правильно? Да. 1.6. Ладно, каким вы. У дедушки на шестерке такой был. В ближайшем будущем мы вам еще это, боевую ловлю. Нет. Но правда за день. Не дорого? Ну, не знаю. Они пока не расточат этот до 1.8, а голова не надо. Она работает правильно. Не будет? Нет. Пока ты его до 1.8. А коленва? Пока турбину не поставить, она не надо. Правильно? Она же ты сам говорил, каналы, там, впускные, выпускные. Не знаю, все. Ничего работать не будет. Просто я когда от людей слышу, что они месяцами разбирают и потом месяцами собирают. А, решил проверить, сколько времени у тебя зайдет. Это пиццов, да? Что это? Саня, получилось? Руслан, едь за прокладкой головки. Зачем? Я подвал сходил. Подвал? А, зачем ты сбил? Руслан бы уже приехал. С генерой со Саней. Тихо. Дети смотрят. Да пускай смотрят, что ли. Они же запоминают, как разбирать. Переверчим, Саня. И ракера сложи в него так, как они стоят. Они уже там преработали. Да ты, блядь, на грязное ложишь, блин. Да какая разница тут? Ну, все не знаю. Так, первый. Распредвал. Ац. Что ты как-то... Так, ты это небрежно моторную разбираешь? Небрежно аренматур вы? Ну подожди, нет. Пускай остаются, наверное, стоят. Ну конечно. Я так вот включу, да. Конечно. Подожди, что я сейчас тогда... Куда вы спидстоп в Формула 1 или что? Да. Ну прям так это... Романолик. Блин, ну масло какое-то ты лил не очень хорошее. А вы знаете, что можно так посмотреть? Что посмотрю? Эти шоу. Отлично все. Ну смотри, трещина такая. Нету прослабленных. Он не издевается. Вообще, ну... Поехали? Да, и на 13 мы заберем. Мам, сколько там капиталка у УАЗиков в поле была? А, 69? Да. Полтора часа или сколько они там за час разобрали? Мам, сейчас с компрессором, потому что эгоэкология не надо, да? Удлинитель лучше, удобнее. Мам, если ты хочешь... Дай компрессор, ну, пожалуйста. Да нет, надо сначала это самое. Сорвать? Да. Накачать. О, пистолет взрослеет. Вован в шоке, короче. Хорошо закручено, да? Видишь, как это... 10 килограмм? Да нет, тут, наверное, больше. Так, Макарас, больше есть. А давай остальные, я вам попробую. Ты точно откручиваешь? Да, 100%. Ого. Есть еще больше, не знаю. Да давай воротком сорвем до их все. А мотор все держать будет? Я. А то, а то, а то будет держать. А? После стесдринга. А-а-а! Есть. Слушай, с габы вот это начали. Понимаешь, как капитальный инфиритель дорожек будет. Мне нравится прокладка лежит. Клапана и нету, но прокладка на месте. Оригинальная, да? Вазовская. Взрываем, нет? Ну, удержим. Удержим. Мы будем стучать. Да нет, мы так руками, вот это... Слава, я лежу, он не удержит. Конечно, нет. Ну, я такую же хотя бы хватаю. А-а-а! Слышишь? Я говорю, это... Без куровометра не хайпится. А-а-а! Пошло. Пистолет у тебя оказался. Да. Пистолет надо... Я же по поводу этого и говорю, что... У нас тут залупа за сутки собрали. Так что, ехать? Да. Опять будем накачать. Ага. Что, коробка модернизирована. Все тут работает. Нет. А заднюю... Что мне нажимать? Блин, чуть-чуть что-то... Приклеилось. Приклеилось. Опа. Отклеилось. Что мы там видим? Что мы там видим? Видим? Ага, ну, видишь. Что-то там... Нагар небольшой. А вот... Вот смотри, Руслан. Вот это бы попало. Ржавое немножко, да? Не-не-не. Смекается, вот третий горшок антифрис подбивало. Пробивало, да? Интересно. А, по-моему, да. Третий горшок... Третий горшок антифрис подбил. Я же этот, да, с антифрисом постоянно ел. Хорошо, что разобрали. Я просто вспомнил. Да, варю. Что, он что, не рабочий? Нет. И что, точить надо блок? Ну, походу головку повело, потому что прокладка целая, да? Что, Сань? Нет, по прокладке чуть-чуть подбивало. Хотя нет, оголовка, да. Что по выработке? Не ждут, как вы будете ездить. Ну да, выработка небольшая. Есть чуть-чуть. Ну так, кольца подкинули, ребят, вот, говорю, помойте его просто. А что, вот это? А ну, шатай, шатай. А что это за шат? Это выявило, нет? Нет, ну а что это за шат? Вот вы, как великим матристы, вот это вот шат, все вот шат. Это нормально? Вот какой он должен быть? Ну, наверное, минимальный. Ну, зазор какой-то. Ну, какой зазор? Минимальный. Небольшой. Где зазор? Ну, тепловой зазор все равно должен быть тепловой. Ну. Ну. А сколько он здесь? Это нормально? Как выглядит вообще? Как? Эллипсом, да? А? Эллипсом. Не снимай меня. Не, ну, мы же хотим... Я хотел твою улыбку снять. Не, ну, просто здесь... Он глумится над нами, Макс. Здесь практически вообще нету, а здесь, типа, болтается. Грязь вышкребил, будет болтаться. И там, и там, да? Из-за нагара, да? Если нагар есть, то туда не болтается. Нагара нет, болтается. И новый так, да? Обязательно. И новый так? Новый будет. Болтаться, да? Ну, третий цилиндр. Поршин перекладывай, в любом случае, он же у нас вылазит. Из-за цилиндра туда. Слышишь, так сразу под 90... Под 101 бензин, да, сразу шлифуем голову? Под спиртовой, 20% бензина. Киросин сразу. Я уже посмотрел, Руслан. 20% бензина и все остальное... Постричь свет свечей, конечно, нагар такой. Ну, хорошо, что мы разобрали. Да, так облок красивый постричь. Вот свет, а кто красил? Ты? Серега. Серега красил? Специально. Да, это чтобы было это, чтобы не было видно, если он подсидел, блин. Ха-ха-ха. Чтобы не выгрело. Представили, художник сниг и вазовым избавился. И это самое, и наборные сюда кольца поставили, да? Какие будь. Не, лучше наборные. Короче, мотор будет новый. Да, все хорошо. Вот наши запчасти. Короче, можно ехать. Что, работает? Просто работает уже. До утра мы должны собрать все. Завтра? Ну, завтра же утром ехать на оффроуд. На танковую. Завтра едете на танковую, Саня? На втором вы выезжаете уже, да? Да. На проекте? 79,8? Скорее всего, да. Ну, это звук. Раскачивалось, тут можно новый. Олег, телефон забыл. Сейчас приедет. Вернется. Да. 79,8. 79,8? Ну, то есть, почти 1,8 у тебя на танков. Почти 1,7. Почти 1,7. На сточек уже, видишь? Да не, мы просто шольца поставим. Я думаю, да. Кольца, максимум новое вкладыши. Кольца, по-соприкер, по нём голову. А скажите, а что вы вообще с головой с папанами делали? Или лучше разобрать? Здесь стояла полностью отремонтированная голова. Поехала она, блядь, под силу, этот мотор 1040. Ну, блядь, иногда у меня убивали, блядь, какие пи***и. Чтоб гайку не потерял. Не прокручивается? Держи блок. Вот так вот, клинт, клинт. Примерз? Замёрз, да. Замёрз? Мне кажется, что надо чем-то ядно попрыскать сначала. Почему бы он был хорошим взял? Годячка? Ну, типа да. Это ещё 50 гривен с счётом. Ещё? Ну да. Сказано же классное что-то. А, тогда говно. Саня, квадрат это какая? Квадрат это... Два квадрата. Не, не, не. Квадрат это последнее льмо. Смотри, как чётко отмывается, блядь. Блин, сам. Конечно. Это вообще красота. Я ж к***ю, какие вещи не ставлюсь. Ну, ты цилиндр подливал масло уже. Ты видишь? Что? Масло подливал. Да ты что? Серьёзно? Что, не проходят, держат кольца? Вова, давай этот мотор обратно. Потому что я тут сотрюсь, тебя просто издевают. Не, Вова просто уже не хочет отдавать. Блин, если уже разобрали, так сейчас капиталку сделай. Ну да, уже решено, там кольца ставят. Вова ж тут плакал пару недель назад. Инжектор не ездит не на чём. Как не на чём? У тебя ж новый мотор. Уже 50 тысяч прошло. 50 тысяч уже прошло? 50 тысяч? Он каждый день ездит, наверное. Я тоже каждый день езжу. Я за два года сколько там, 40 только наездил. А он быстрее ездит. Хорошо. Чё ты включил? Расстояние. Короче, помпы тоже, тут нюансы по крыльчаткам. А там чугунная, да, здесь пластмассовая. Подогнали ещё нам помпы. БУ в хорошем состоянии. Саня сказал, если будешь капиталку делать, обязательно предъявить. Вот, видишь, говно. Да, вот говно новое, видишь, ценовое. Зазор крыльчатки, диаметр. Ну, всё понятно. Вся разница. 115 гривен какая-то помпа. 115 гривен! Да, могу подарить. С хорошим подшипником. Да? Да. Давай. Крыльчатку перепрессуем. Перепрессуем. Всё, всё. Продажка заслужена. Слышь, можем мы ещё минут 40 побудем? Потому что что-то нам ещё, мне кажется, надо добавить. Домой как такой. Ну, ладно. Так, куча возрастает на глазах. Просто перепрессуем и всё? Да, да, да. Всё. Если вы сумеете это сделать, если они подойдут по диаметрам, то... Да, Максу напильник, там у меня есть напильник новый, он просто доработает. Надо спрессовать крыльчатку... Нагрите? Не, не, аж просто... Да, она же алюминия, она спрыгнет и так. А я знаю, что она убираться должна. А, я не знаю. Ты просто... И это вещь снизу, и давишь тупо в шток. Запрессовать, ага, самое интересное, что та крыльчатка, это, внутрянка металлическая, а наружка пластиковая, да? Да, инфиноксовскую, пусть подгонят по, по зазору. Там валяются кучи. Нет, они там, зазоры, финоксов. Это чугунная, да? Это чугунная, да? Да, но её нужно по зазору подана. И потом это будешь прессовать по зазору. По корпусу, понял? Ага. Так ещё, подожди, ещё третью, ложи третья помпа у нас теперь. Так, что-то нам... Там с прокладкой. Ну, это новая прокладка, да. Новая. Не-не, это будет секретная информация. Никто, кроме подписчиков, ничего не увидит. Фух, вот это день, вот это... Патрубок от печки. Есть у вас? Трубу-тосоло нет. Покупайте и покупайте заводскую, не берите дешёвую, потому что... Ну, она... Она сгнивает, да? А нет. Подожди... Ну, мы хэпу зальём, ты что? Нет, у них непонятно. Ну, картехник, на самом деле. И не надо там трубу-тосоло им какой-то планчик, чтобы... С куском шланга. А они там уже в салон себе печку будут тянуть, как хотите. У нас затянута уже печка. Затянута, то есть... Нам только шланги одеть, и всё. Вот это с печки. А он туда станет? Что за фланец? Так тут же вон фланцы есть, или нет? Или... А, оттуда? Такая-то... Руздик. Шо тут, шо тут? А тут ничего нету, блин. Вон, вон, коробки, да, вот это. Всё закрывать, билет. Быстрее, а покажи ещё пару ящиков. Волоси вот харьковские. Волоси харьковские. А какие это крепкие, типа, которые? Да? Да нет, какие же техники, харьковские крепче. Ну, тут как на газе, как на костюме. Ого! 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 Заводскую толстую. Ну, мы пока не переходим на эти агрегаты ещё. Ну, в смысле, это в залуп Ази-4 будет. Это толщина. Бюджета не хватает. Ого! А ломается вот тут обычно, да? Нет, только станет. Да? Саня? Ломается тут? Да, почти в годах. Или тут? А у нас полуосени ломается эти. Нет, вообще, обычное отдело ломается. Обычное. Обычное, обычное. Вот тут, где всегда, да? Да, да. Шинцы сворачивают. Так, а здесь за счёт... Здесь их 24. Ааа. Короче, парни, доработаете на пинниках. Полуоси, или что? Нет, вот эту вот вещь. Вот эту вот вещь. Доработаем, что? Ну, а чтоб она сюда оделась. И сюда, и сюда. Просто трубку длинную, такую, чтобы она у вас уже за коллектор выскакивала. Вот, пускной, подальше. Ааа. Потому что они... Перемеются. Осторожно, но, ёлки, чуть не сломал. Да, это же домовой. Вот стандартно. А там она ломается. Ааа, так конечно. Тут же разница конкретная. Сейчас покажу рядом. И вот тут она ломается, родная. А зачем они тут так тоньше сделали, еще кривое закроет? Ну, у нас специально. Что, покупали? Да, чтобы было мало там, а не в шлицах. Никто же не этот самый, не рассчитывал, что на нее 30-е колеса поставят. 31-е? Ну, уже 31-е. Ну и плюс. И плюс здесь, да? Да, здесь подшипник одевается через эту сторону. А, через эту сторону? А, вот гайка. Это гайка, да? Да. А здесь подшипник снимается ступица. Я понял. Вся фигня и снимается туда подшипник. А сколько полость такая стоит? В районе 4, по-моему. Не, не, не. Там она что-то, я не помню, то ли пять с половиной, то ли шесть тысяч пара. А, шесть тысяч пара? По-моему, что-то... Не, вы, по-моему, подражались. А, ну, неважно, грубо говоря. Не, 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 грубо говоря, по три с половиной за штучку. Да, это три с половиной штука. Но если сравнить, что вот это стоит две с половиной штука, а это три с половиной штука, то лучше купить еще дифференциал. Да, разница. Дифференциал по 24 шлица и вставить себе... Не забыть, да? Не забыть вообще, что у тебя когда-нибудь колесо... Двенадцать, да? Есть же без блока. Без блока обычный передний дифференциал поставил их, а если свободный, буксует, сколько влезет. И никогда не сломается. И никогда нихера не сломает. Ну, разве что дифференциал уже. Да, друзья, обращайтесь. Где рамка? Рамка, где его? Реклама. Рамку дай, рекламу мы делаем. Друзья, кому надо сделать НИУ на достойном уровне? Телефоны вы видите? Ребята в Киеве. Можно обращаться. Так, по передней части трансмиссии я задал вопрос. И что это? Это граната. Это моя запасная. Это которая? Харьковская. И что надо? Там серьезные переделки, да, чтобы ее поставить? Нет. Ну, переделок там нет, но денег оно стоит. У Шеврле вообще никаких переделок. Ох ты ж, елки. Здесь ухо красивое. Так, и что? Тут, подожди. У шлица я вижу толще, да? Ну, шлицевая часть там своя сделана. Вон внутрь. Ого. Там ну ты чё, разница. Два диаметра разных. Да, это вообще разница. Колоссально. А здесь тоже больше диаметра? Да, совершенно верно. Там больше шлицов, толще палка. По-моему, от Nissan Maxima они используют что-то такое. Как я потом буду ездить на соревнования. Сейчас все накупляют от этих приводов, от этих полосей. Там все равно никто поставить не может. Ни у кого ходов подвески нет вовсе. А сколько, сколько граната, не помнишь? По отдельности что-то порядка 100 долларов штука. Гранаты. Там пара гранат, по-моему. Ну так это, понимаешь, здесь граната как бы... Поставил тоже. Она нестандартная, да. То есть такую гранату пойти купить на рынке ты не купишь. Она сделана. Она сделана. Ну, вообще, вот эту вот часть они делают сами. Это с какого-то... Ну, вот основа это трехлитровый какой-то мотор. С трехлитрового мотора. А шлицевая часть, вот эта внутренняя, это ихнее собственное производство. И все, да? Ну да, они срезают гранату. Ну, я понял. Ну, заводскую. И прибавляют с два. С двух делают, да? Да, с двух делают они. Так, все. Да. Пошло? Пошло. Починили. 363 гривны. 363 гривны? 460. Что, я не буду больше. Пошло? Туренька, туренька. Короче, можно не менять. Да нет, ребята. Не психотерапия. Возьмите новый, я скажу. Вы же для себя делаете. Согласен. А? На какую-то песочницу. На песочницу? Да. Киевская песочница вроде. Так, там и горянь, и тягали. Выработка есть, да? Небольшая там. Так, все. Серега, смотря. Скорее, с какой-то скинул с места. Подойдет. А здесь щуп. Щуп есть? Место по щупу. Там стандартно? А, под 1,6, да? Щуп нашли. Вот, блин, и щуп поджали, а? И щуп поджали. Так, Макс, еще рано уезжать. Надо посмотреть, что не хватает. Уровень масла есть? А ну давай. Не, надо щуп... Долить надо масло. Длиннее щуп. Да, в общем, друзья, все. Загрузили все. Ребята просто красавцы. Поддержали наш проект максимально. Тут я даже не знаю. Спасибо им огромное. Рекламу делаем. Ну, их знают все. Их знают все, у кого есть Нива. Ребята знают, чем они занимаются. Все настроено. Все четко. Запчасти под рукой. О качестве запчастей, все нюансы, все знают. В общем, какая помпа лучше. Что где ломается, что где не ломается. Боевая машина красная. На ней все испытано. В общем, дождь идет. Завтра будет танковая. К сожалению, Вован не готов пока к оффроуду на танковой. Ну, подремонтируют они Ниву. Там есть вопросы по мотору. Мотор в зеленой мечте. Сейчас мы все выгрузим и на днях, я надеюсь, соберем. Будет все четко. Всем спасибо. На сегодня все. Подписывайтесь. До встречи. Всем пока.